Рынок онлайн 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 Рынок Рынок онлайн Рынок Рынок Совершенно верно. То есть рынок вообще отреагировал на это событие совсем не так, как ожидали многие участники рынка. Сегодня евро-доллар снижается и снижается он с конца прошедшей недели. Я думаю, это будет продолжаться, но связано это в большей степени не с Каталонией, а с какими-то другими факторами. Возможно, вот в воскресном выступлении Джанет Йеллен, она была оптимистична по экономике США, по инфляции. В США 20 октября еще будет ее выступление, может быть, эта доллар поддержала. Одним словом, 1,17 пробьем, и с евро-рубль-то что будет на фоне вот этого фактора? На фоне прошедших выборов в Австрии, как, кстати, вам они? Сначала про евро-доллар. Я думаю, что мы не просто пройдем 1,17, я вообще жду снижения валютной пары евро-доллара в район 1,14-1,15. Так что, в общем-то, здесь мы можем видеть довольно-таки существенное ралли вниз. Что касается ситуации в Австрии, мне кажется, это тоже такая локальная история, которая, в общем-то, не сильно касается валютной пары евро-доллара, не так уж сильно сказывается на ее котировках. Хорошо. Российский рубль. Давайте смотреть на котировки. Доллар-рубль, евро-рубль. Снижение на полпроцента. Стартует налоговый период. Сегодня уступлата страховых взносов. Но аналитики Велес Капитал предупреждают, что, с другой стороны, сейчас ликвидность рублевая начнет, с ней ситуация улучшаться. Деньги придут, по-моему, от ЦБ с депозитов. Поэтому дефицита рублевой ликвидности не будет. С другой стороны, если брать валютную ликвидность, здесь ситуация может немножко ухудшиться, потому что банки, казначейство российскому возвращает валюту. Ваш прогноз по доллар-рубль на эту неделю? Я думаю, что в октябре у рубля еще есть все шансы для дальнейшего укрепления. Но при этом мы видели, как в апреле, в мае очень сильной поддержкой выступала отметка 56-57 рублей за одну единицу американской валюты. Сейчас мы уже увязли в этом диапазоне. Я думаю, прорваться будет достаточно тяжело. Сейчас многие участники рынка ожидают падения до 55-52, даже я слышал такие мысли. Но на самом деле, я думаю, что 56-57 вполне реально может устоять. И до конца года мой прогноз 59-60 рублей за одну единицу американской валюты. Спасибо за экспертизу. Это был Глеб Задой, руководитель департамента аналитики компании Аналитик Онлайн. По российскому рублю можно добавить, что хедж-фонды, крупные спекулянты в Чикаго по-прежнему оптимистичны по российской валюте. И данные от комиссии по торговле товарными фьючерсами это подтверждают. Шестую неделю подряд они ставят на укрепление российской валюты. И за последнюю неделю как раз ставки на это немножко, но возросли. Что еще можем сказать? Давайте поговорим уже о корпоративных историях, которые сегодня в центре внимания. Здесь вообще, что сегодня нас ждет? Потому что с точки зрения статистики Росстат может сегодня представить данные промышленному производству. Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, выступит в Комитете Госдумы по бюджету и налогу. Возможно, узнаем что-то новое. В то же самое время, если брать корпоративные истории, то мы с утра с вами буквально узнали о том, что АФК-система может направить на дивиденды за 9 месяцев этого года 6,5 миллиардов рублей, даже чуть более того. Дивиденды планируются как раз на акцию 68 копеек. Это одна история. С точки зрения рекомендаций аналитики компании «Ренессанс Капитал» исключили акции Сбербанка пятерочки из приоритетного списка. Ну и плюс, помимо всего прочего, ритейлеры на этой неделе будут отчитываться. Кстати, в среду еще Росстат может представить данные по безработице, по розничным продажам. То есть в целом о том, как чувствуют себя российские потребители. А завтра отчетность «Металлургов». Вообще, если брать сегодняшний день, то сегодня уже отчитался полиметалл. Сейчас вы можете увидеть результаты его, что там с выручкой. И плюс сегодня, помимо всего прочего, мы ждем также результатов НЛМК. Девелопер Эталон также может представить отчетность. Все это будет как раз находиться сегодня в центре внимания. Что касается других историй, по большому счету, следим за рынком нефти. Насколько вот этого роста хватит на фоне неопределенности в Иране и Ираке. Ждем также разгара сезона корпоративной отчетности в США, потому что на этой неделе он набирает отчетность. Сегодня отчитается компания Netflix, завтра банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Про Китай вы знаете. В среду съезд Коммунистической партии Китай. Ну и плюс, помимо всего прочего, как раз выступление Джанет Йеллин 20 октября тоже повлияет и на российский финансовый рынок в том числе. До встречи.